Сегодня я приехала в Юрмал, у меня в планах посетить Юрмальский музей, там открылась новая выставка, поэтому, конечно, я в первых рядах обязательно сходить на выставку живописи. Ну а пока я иду в музей, конечно, мы здесь с вами прогуляемся, впереди меня уже центральная улица Йомас справа, посмотрим на магазинчики, на кафе, что здесь вообще сегодня происходит в летний сезон. Только что здесь прошел такой ливень, все улицы мокрые, но какой же свежий воздух, боже, как это прекрасно, дышать свежим морским воздухом. Кстати, передо мной символ Юрмала Глобус, его, конечно, обязательно нужно покрутить на удачу, но он довольно тяжелый. Ну что, двигаемся в сторону центра, буйство красок, буйство цветов, солнце после дождя и голубое небо. Музей находится на совершенно противоположной стороне улицы, поэтому мне нужно пройти полностью всю улицу Йомас. Ларьки наши сувенирные, янтарь, какие-то игрушки-магнитики. Вот такие сумки можно тоже прикупить с черепахой, тоже второй символ после глобуса черепаха. 10 евро стоит такая сумка, ну это, кстати, удобно в магазин ходить и так просто с собой брать. Обязательно нужно выпить еще кофе где-то, но нужно терраса, чтобы была сухая такая, под крышей примерно, потому что такой ливень прошел, и все эти столики на улице, которые просто под зонтами, они все мокрые. Новый грузинский ресторан открылся с моего последнего пребывания в Юрмале. Грузинский ресторан Марани. Мой любимый магазинчик брокколи. Здесь фрукты, овощи, всякие био тоже продукты, мороженое, коктейли из мороженого. Он всегда очень красиво украшен, и я здесь покупала супер сладкую клубнику пару недель назад. Сейчас они продают также цветы, раньше цветов я не помню. Букетик 3 евро, вот этот вот розово-белый розочки. Роза 1,5 евро штучка, но это такая кустовая, да, или как она называется, не кустовая, когда на веточке много маленьких цветков. Ягоды есть, клубника, конечно, здесь дорогая, 12 евро за килограмм, латвийская клубника, но она очень вкусная, честно. Я вот пару недель назад, 2-3 недели назад, когда клубника только начиналась, брала, просто как сахар. Вот она очень красивая, крупная, сладкая, земляничка, красная смородина, и всё очень-очень красиво. Здесь у нас абрикосы. Всегда супер ярко украшен этот цветочный магазин, всегда. Сейчас летом вот такая розовая здесь, как рамка. Ресторан «Беранда». Так, ну я не знаю, куда мне сесть, честно говоря, мне кажется, мы с вами дойдём уже до кафе «Де Густа», которое находится практически в конце Йомас. Уже остатки красоты практически отцвели мои любимые рододендроны. Вот здесь вот ещё можно немножко насладиться красотой. А как же быстро всё отцветает. Ждёшь, ждёшь это цветение. Всё. Возвращаюсь назад. Я дошла до «Де Густа», а там такая тень, и прохладно сразу. У нас лето-то отступило в Латвии. Сегодня 17 градусов, и если в тени, совсем как-то не жарко. Поэтому ищу что-нибудь всё-таки на солнце, потому что мне хочется попить кофеёк, насладиться солнышком, свежим воздухом. Внутри не хочется сидеть. Ещё сувениры, ещё янтарь. 20 евро, 26, 23. Так, ну что, ну что, куда? Вот слева есть кафе «Битэйта». Это, кстати, хороший вариант для кофе с выпечкой. Хотя солнце уже, по-моему, совсем скрылось везде. Можно сюда зайти. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Успела так хорошо посидеть в кафе на солнышке. И смотрите, всё, начинается дождик. Так что я бегу в музей, потому что под дождём, мне кажется, в музей ещё интереснее ходить. Никуда не торопишься. Кстати, по ценам расскажу, что я брала в кафе. Я взяла большой кофе 4,50. Я взяла пирог с ветчиной, мне его погрели вкусно, ветчиной с сыром 4 евро. И я взяла орешек со сгущёнкой за 1 евро. Просто рассказываю вам про цены в Юрмале, потому что я знаю, что многим интересно. Всё было супер вкусно. Я забежала ненадолго спрятаться от дождя в продуктовый магазин Сена Бода. Это в торговом центре Корса на Йомас. Здесь, вы знаете, кажется, что магазин дорогой, но на самом деле здесь очень стандартные цены. Есть много скидок и очень много интересного, чего нет в других магазинах. Вот сейчас я обнаружила вот такие постилки фруктовые и овощные. Яблоко с морковью, например, без каких-либо добавок. Вот такие вот штучки по евро 95 вместо конфет. Почему бы и нет? Смотрите, какой огромный выбор. Фруктовые грушевые из груш из яблок. Здесь ягодные. Такие коротенькие, я думаю, это постилки. Вот такие, смотрите, умные сладости. Без сахара. Без сахара, малина, груша, ананас. В общем, вот такие умные сладости. Еще манго и марако. Я думаю, что это очень-очень вкусно. Постила с облепихой, ручная работа. Это, конечно, уже не такие полезные сладости, но это очень вкусные вафли с соленой карамелью по 45 центов. Я вот прям сдерживаюсь, чтобы не взять парочку. В общем, я сюда часто захожу, в этот магазинчик, в Корса. Всегда что-нибудь интересненькое нахожу. Так, а что здесь у нас с клубникой? Польская клубника 4 евро килограмм. Смотрите, какая хорошая скидка. Белый сыр с трюфелем. Евро 19, а стоил 4 евро. 150 грамм, я думаю, я точно возьму. Ну что, наконец-то я в музее в Юрмальском. Еще нет, но дошла до него. Вот так у нас выглядит музей Юрмала. Я уже в нем как-то была. И есть видео в плейлисте Юрмала. Я показывала, была на какой-то выставке. Уже сейчас не вспомню точно на какой. 30 мая здесь открылась выставка к 100-летию Валдиса Буша. Это один из самых выдающихся пейзажистов латвийских. И именно в 1924 году ему бы исполнилось 100 лет. Он, конечно, знаменит своими суперяркими цветами, яркими картинами. Даже вот эта афиша сделана тоже в очень ярких цветах. Мне кажется, это сделано специально, чтобы отразить его вот эту вот изюминку. Ну что, мне уже не терпится. Отправляемся с вами в музей на выставку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, выставка проходит на двух этажах музея. Мы сейчас с вами на втором этаже. Я не буду очень громко разговаривать, с вашего позволения немножко пошепчу, потому что всё-таки здесь люди наслаждаются искусством. Первое впечатление. Выставка сделана просто отлично. Здесь и фотографии, и картины, конечно же, и описания, и какие-то фразы его, мысли. В общем, с художником можно ознакомиться абсолютно с разной стороны, узнать его больше как человека. Валдис Буш родился в Латгалии в 1924 году и уже со школьной скамьи проявлял интерес к живописи. Во время Второй мировой войны его призвали служить. Он был три раза ранен, и когда он возвращается домой, он поступает в Латвийскую академию художеств. Уже в последний год учёбы, можно сказать, в дипломный год, невесту Валдиса Анну высылают в Сибирь вместе с её семьёй, и Валдис Буш принимает решение взять академический отпуск на этот год и отправляется вслед за Анной в Сибирь. Мы видим как раз портрет Анны, и здесь автопортрет самого Валдиса. В академии он говорит, что он берёт отпуск на поправку за своего здоровья, но сам уезжает за невестой в Сибирь, где они поженились. У них рождается сын, Валдис работает учителем, и в 1955 году они возвращаются в Латвию. Назад в академию художеств его уже не принимают, и Валдис Буш начинает работать учителем рисования в Латвии. Известность к Бушу пришла поздно. Первая его персональная выставка была, когда ему уже было 47 лет. Представляете, то есть он много-много лет просто писал, писал и писал параллельно с работой. В 1971 году случается его первая персональная выставка, после которой на него уже обращают внимание, потому что для того времени, для живописи в Латвии, его картины были очень яркими и очень запоминающимися. Он сам говорил, что его цвета яркие и немного сумасшедшие. Это его фразы, здесь цитата. Действительно, посмотрите, насколько эти картины яркие. Рассматривая цвета, которые Буш использовал в своих картинах, так кажется, что художник Латвии, природу Латвии, видел с какой-то южной солнечной стороны. Желтое с оранжевым, оранжевое с фиолетовым, красное с синим. Кстати, вот эта фотография сделана как раз во время его первой персональной выставки. Сам Буш говорил, что ему очень близок стиль Ван Гога и Матисса. Мне, кстати, очень повезло побывать на выставке Матисса, когда была в Париже. Тоже есть видео в плейлисте Париж. Если я не ошибаюсь, это стиль фавизм. Интенсивные такие цвета. Здесь шикарная картина, шикарные вазы. Супер яркий, просто фантастически яркий фон. И посмотрите, что мы здесь видим. Прямая ссылка на Матисса. Фамилия написана Матис. Ему очень характерны вот такие уверенные широкие мазки. Здесь какая-то отдельная интерактивная комната. Пока не понимаю, что здесь нужно делать. Возможно, нажимать на эти кнопочки. Ага, да, я нажимаю, и кажется, листается страница. То есть, наверное, можно почитать информацию про выставку. Огромные просто зеркала. Мне кажется, я что-то нажала, и все исчезло. Кстати, интересный факт, что Буш прожил 59 лет в Юрмале. Я думаю, что поэтому такую большую выставку для него в честь его столетия сделал именно Юрмальский музей. Я знаю, что в Булдере даже есть его мастерская. Картина яблоня, очень приятные цвета. Здесь можно почитать различные высказывания художника. Живопись — это была вся его жизнь. Он очень любил писать. И несмотря на то, что ему пришлось долго ждать своего звёздного часа, у него всё получилось. А здесь между его автопортретами ровно 30 лет. 50-й год и 80-й. Буш прожил долгую жизнь. Он умер в 90 лет. И до последнего дня он занимался тем, что ему доставляло больше всего удовольствия и счастья. Конечно же, он писал и писал, и писал. Всего он написал, по-моему, более 5000 картин. Сделал более 40 персональных выставок. В общем, судя по цветам и краскам, прожил очень яркую жизнь. А мы сейчас наслаждаемся этими цветами в музее. Кстати, выставка будет проходить до 14 июля. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что, пока я наслаждалась живописью, дождик закончился, как и не бывало. Солнце светит, небо голубое. Чудесная выставка. Мне все очень понравилось. Я рекомендую, конечно же, вам сходить, если будете в Юрмале. Тем более, что этот музей, он бесплатный. Неважно, временная выставка, постоянная экспозиция, музей бесплатный. Здесь вот справа от музея такая приятная терраса, какой-то безстрой. Я здесь, честно сказать, не была ни разу. Напишите, если вы здесь были. Здесь зонты хорошие. Не страшен дождик. Приятная музыка, джаз. Терраса в цветах. В общем, как-то можно и здесь тоже посидеть. Если бы я знала, могла бы сегодня под зонтом здесь сидеть. Все террасы утопают в цветах. После музея я решила все-таки присесть в Дегуста. Сейчас очень хорошо свежо на улице. И мне нужно всегда после музея какой-то часик переварить всю информацию, которую я увидела, прочитала. Еще раз перечитать информацию о художнике. В общем, я взяла себе молочный коктейль с Львовой. Буду сейчас наслаждаться. Тем более, что мне нужно зарядить телефон. У меня с собой пауэрбанк. Буду заряжать мобильный телефон уже практически на нуле. Может быть, почитаю еще про Валдеса Буша какие-то факты. Пересмотрю то, что я наснимала. Немножко нужно как-то мне все осмыслить. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну что, друзья, я уже дома. Буду заканчивать этот влог. Надеюсь, вам понравилась наша сегодняшняя прогулка и посещение музея. Кстати, покажу вам свой ужин. Вот такая вот гора зелени. Здесь у меня листья салата, огурец. Очень вкусные помидоры черри. Покупала в Риме на акции. Просто сладкие-присладкие. Здесь петрушка свежая. Ветчина. Сыр, который я купила сегодня в Юрмуле в магазине, в Корсо, в торговом центре. Он, мне кажется, похож на Бри, но он был с трюфелем. По акции покупала сегодня. Буду пробовать. И что здесь еще? Оливковое масло, наверное, даже и все. В магазине сегодня еще захватила интересный йогурт. Он соевый, но мне понравилось, что он с финиками. Я очень люблю финики. И тоже сама добавляю часто в йогурт и в творог. Но вот готовый такой йогурт с финиками я, мне кажется, еще не видела. Поэтому взяла попробовать. Тоже на него была хорошая скидка. И взяла какой-то интересный хлеб с семечками от фирмы Лачи. Здесь всякие разные семечки. И еще даже клетчатка цикория. Мне показалось, что это очень интересно. Очень хороший состав здесь. Так что буду пробовать как-то с авокадо, возможно, на тост этот хлебушек. Так что все. На этом я буду заканчивать это видео. Всем огромное спасибо за просмотр. Мы увидимся с вами совсем скоро в моем следующем влоге. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok